Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на выставке МОСБИЛД Нахожусь возле стенда фиброцементных панелей, да, Александр? Фиброцементных панелей фирмы Каньон Это вентилируемый фасад Вот так вот он выглядит В двух словах от своего лица я могу сказать Этот материал мы рассматриваем как новый продукт Для того, чтобы заниматься и монтажом, и продажем этого материала Про этот материал более подробно расскажет Александр Это представитель компании Каньон Вот, Александр, в двух словах расскажите, что это за материал и из чего он состоит Рад видеть вас на нашем стенде Вот, мы, компания Каньон, отечественная компания Производим навесные фиброцементные панели для вентилируемого фасада Вот, материал у нас получается, это, ну, если грубо сказать Цемент, песок, краситель и фиброволокно Материал очень, получается, прочный и достаточно легкий Применяется он для облицовки домов как малоэтажки, так и высоток То есть вентилируемый фасад, это имеется в виду, что мы можем его делать на подсистему, да, металлическую, как здесь, и на деревянную тоже можно сделать Да, совершенно верно Причем на металлическую подсистему это применение, как правило, на высоту свыше 15 метров А для малоэтажного строительства мы рекомендуем использовать деревянную подсистему Именно ключевое слово здесь вентилируемый фасад Потому что благодаря самому устройству фасада, вентиляции, идет движение воздуха вдоль фасада И если применяем деревянную обрешетку, то дерево дышит, получается, оно не запотевает, оно не образовывается грибок Дерево чувствует себя в вентфасаде, внутри вентшахты, очень хорошо С ним ничего абсолютно не происходит Расскажите по поводу цветов, фактуры Вот я смотрю, снизу идет под скалу такой камень, здесь под кирпич Я там вижу, под дерево есть, да, у вас даже фактуры какие-то? Наша компания производит порядка 8 фактур под кирпич и порядка 6 фактур под разные виды камня Ну, такое ощущение, что это прямо дерево Да, мы решили немножко поэкспериментировать Сделали слепок с настоящего дерева, с дранки Посмотреть, как это выглядит в бетоне И наши художницы смогли перевести, скажем так, фактуру дерева и от крас сделать более натуральным, более естественным Вот этот вариант интересный тоже Да, вот эта фактура называется 3D-мозаика Я думаю, она будет интересна уже современным дизайнерам Как видите, фактура одна, но от красного она может быть произведена в разных цветах И пойдем под дерево, вот как сделано это на деревянной подсистеме У нас получается, вот это вот по факту есть вентиляемый фасад Деревянная обрешетка, утеплитель, мембрана, да, шаговая обрешетка И сама плитка прикручивается вот на такие вот клеймера, обычными саморезами с пресс-шайбой, да, получается? Да, саму плитку я даже могу показать отдельно Сама панель выглядит вот так По факту эти клеймера, они просто залиты Залиты В момент производства Вот, плитка имеет специальный шов, контругл А сверху имеется скос То есть таким образом При монтаже фасада Этот контругл вставляется В предыдущую плитку И таким образом получается замок Кирпичик тоже сдвинут с основы чуть-чуть в сторону и вниз Таким образом обеспечивается перекрытие шва О, вставляется достаточно плотно И затем прикручивается саморезами Ладно, Александр, тогда вы сказали, что у вас в Конаково большое количество панелей, да, соответственно, большое количество цветов Мы к вам напросимся в гости Я думаю, что на следующей неделе, если мы к вам позвоним, договоримся о встрече То более подробно про этот камень можно будет показать У вас там и шоурум, я видел, большой, да, есть С ассортиментом цветов, чтобы посмотреть более подробно Да, приезжайте к нам в город Конаково на наше производство Мы вам сможем рассказать, какие мы фактуры еще выпускаем Показать различные цвета Также показать более объемные стенки, на которых сделана наша продукция Ладно, спасибо большое за обзор Спасибо вам До свидания